Как часто необходимо исповедоваться православному человеку? Надо сказать, что вся жизнь православного человека это покаяние. И исповедь — это элемент покаяния. Я имею в виду исповедь в церкви перед священником во время таинства исповеди. Но бывает же так, что мы исповедуемся в каменских рихах своих, когда читаем вечерние молитвы, например, в конце вечерних молитв. Когда мы просто чувствуем угрожение совести и можем перед Богом покаяться. «Господи, прости, помоги мне». Когда мы прощаем друг друга ради Христа и говорим «прости», веря, что мы простим и Господь нас простит, это тоже покаяние наше. Тоже такое движение в сторону Бога. Поэтому, если наша жизнь покаяния, если покаяние многостороннее, многообразное, то, конечно, исповедоваться можно так, как позволяет обстоятельство, я имею в виду, в храме. Вопрос, как исповедоваться. Можно исповедоваться часто, а не створить плодов покаяния. Но все-таки покаяние должны быть плоды. Не просто говорим, что мы грешны, а зададим себе вопрос, а что мы сделали для того, чтобы преодолеть этот грех? Что мы сделали? Да, у нас не получилось, да, мы опять снова в него впали. Но какие меры мы предпринимали, чтобы не грешить больше? Если мы зависим от интернета, то выключали ли мы интернет, заставляли ли мы себя читать книги или больше молиться, может быть? Или мы говорим об этом и опять влезаем в то же самое? Если мы грешим чревоугодием, то что мы сделали для того, чтобы не чревоугодничать? Хоть немножко воздержались от еды, поголодали или лишили себя чего-то вкусного именно ради Христа, а не ради диеты. Но это мелочи, конечно. Но тем не менее, это касается любого греха. То есть, что мы сделали для того, чтобы не грешить? И тогда наша исповедь будет иметь плоды. Обязательно будет иметь плоды. Ну, во-первых, сокрушение сердца и смирение – это тоже плод покаяния, плод исповеди. Следующее. Грех не рисуется уже таким притязательным, привлекательным, не притязательным, привлекательным, притягивающим. Это тоже плод покаяния, плод исповеди настоящий. У нас появляется все-таки постоянное желание жить другой праведной жизнью, а не грешной жизнью. Это желание постоянное, а не время от времени. Это тоже плод исповеди. Поэтому надо всегда думать о том, как мы исповедуемся, и есть ли наше покаяние в целом. Или мы живем без покаяния, а только время от времени исповедуемся. А Господь же хочет, чтобы мы сотворили плоды, достойные покаяния, как рассказано в Библии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok